В республике стартовал фестиваль православной песни и духовной поэзии «Вера, Надежда, Любовь». Проходит он уже в седьмой раз, а вот в статусе международного в третий. Помимо участников из России на галоконцерт прибыли исполнители из Германии, Литвы, Украины и Белоруссии. Все они предварительно прошли строгий отбор. Оценивали духовных музыкантов и певцов профессионалов в своем деле Александр Балашов, Ольга Сосновская и Алена Ладыгина. Еще двое членов жюри в рамках фестиваля дали совместный сольный концерт. Духовные песни под гитару слушала Любовь Лапина. В Белом зале Дома Епископа камерная обстановка. Это даже не концерт, скорее творческая встреча, отмечают сами духовные музыканты. Дьякон Николай Червон из Перми в прошлом сам участник фестиваля «Вера, Надежда, Любовь». Но песни его собственного сочинения и манеры исполнения в предыдущие годы так восхитили и жюри, и владыку Петерима, что дьяконом пригласили состав судей. Второй год, как признается сам Николай Червон, он оценивает участников исключительно сердцем. Это состояние души, конечно, если что-то так, так говоря, зацепило в душе, да, вот это уже есть отголосок того, что это надо оценить. А вот питерский православный бард Антон Голицкий, судья со стажем, шесть лет он оценивает участников фестиваля в Коми. Бег ищусь и крестик поцелую, хранитель ангел станет одесную, и душу на молитву я настрою, а мою покаянною слезою. Признается, радует, что растет количество исполнителей и авторов стихов, а жанры становятся все более разнообразными. Подход к конкурсу со стороны епархии тоже необычен. Так годом ранее гала-концерт был построен в виде спектакля по житию веры, надежды и любови. Своё же нынешнее выступление духовный бард полностью посвятил военной тематике. Вы, надеюсь, понимаете, с чем это связано. Фактически у нас на территории Святой Руси, Триединой Святой Руси, Великой, Малой и Белой, сейчас идет уже война по горячему сценарию. И поэтому эта тема, я считаю, актуальна. Но у меня так сложилось, что очень много песен, посвященных военной тематике. Я не милитарист, я против войны, но я просто знаю, что бывает война несправедливая, захватнически агрессивная. И бывает война справедливая, отечественная, когда люди защищают свою землю, свои семьи, свою веру. Песня, посвященная Александру Невскому и битве при Бородино, Первой мировой и отечественной, современным героям. Репертуар фестивальных песен вовсе не ограничивается исключительно духовными песнопениями. Главное, чтобы сочинения брали за душу. Тематика, она должна быть духовной. Это не обязательно церковные песнопения или что-то такое. Это может быть песня о любви, причем любви не плотской, любви к родине, к матери, к семье. Это могут быть патриотические песни. И таких песен, причем все чаще собственного сочинения, с каждым годом в коме все больше. Желающих принять участие в конкурсе растет, отмечают организаторы фестиваля, как и их профессионализм. Любовь Лапина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.